Здравствуйте, Сергей Михайлович. Да-да-да. Ля-ля-ля. Он реально ударил ее ножом на сцене. Перец везде котика найдет, даже в Мариинском театре, вы посмотрите. С нее лучше всего смотреть балет. Хочется идти дальше, либо в больнице, либо в морге, либо фашисты, либо еще что-то. Они приходили все, цирников нету. Они так на меня смотрели, что опять-то здесь все сожрал. И вот мы, да, и вот мы на овощном складе. Но на этом овощном складе происходят порой очень интересные события. Тут поют песни, тут танцуют на сцене. И у нас сегодня будет наш, как говорил Достоевский Чичерони, точнее, это его жена говорила, что он Чичерони. То есть гид. Но не гид в том плане. Пройдите хотите? Давайте мы вот... Отмечайтесь, отмечайтесь, отмечайтесь. Мы тоже пойдем отметимся. Да, но давайте мы подождите сначала представим, кто это, а то какой-то мужик в очках и все. Да, это Пресняков на самом деле. Нет, но и мы позволим нашему самому гостю представиться. Сергей Скороходов, солист Мариинского театра. Можешь сказать, последние 20 лет я провел в этом театре и хочу, наверное, кое-что вам об этом рассказать. И поэтому пошлите за Сергеем Скороходовым. Пошлите, да? Пошлите. Сейчас пошлем. Сейчас пойдем. Пойдемте за Сергеем Скороходовым. Нам еще будет помогать Добрая Фея, поэтому не удивляйтесь, она будет иногда в кадре мелькать. Сергей, скажите-ка, пожалуйста, когда вы почувствовали... Такой, знаете, вопрос девочки, которая со второго курса журналистики пришла и такая... А когда вы почувствовали вот это вот... Вот это вот. Я, наверное, неправильно, конечно, это делаю. Но я и не пою. Для начала неплохо. Но есть над чем работать. Через 5 лет ждите. Когда? Ну, на самом деле, я все детство занимался музыкой. И как-то она всегда была в моей жизни. Просто, видимо, сначала хоровое училище, потом консерватория, потом сюда. А насколько вообще сложно попасть в Мариинку? Ну, это же прямо хэм для хэм. Попасть в Мариинку не сложно, а сложно стать хорошим певцом, скорее всего. Или хорошим профессионалом. Итак, в эфире программа Малахова. И сегодня мы выясним 5 способов стать хорошим певцом. С нами наш эксперт Скороходов. Эй, вуаля! Смотрите. Это Мариинский театр. Ой, очень похоже на Мариинский театр, кстати. И действительно, это Мариинский театр. А что сегодня здесь будет? Ну-ка, расскажите-ка нам. Я думаю, что это будет боядерка, судя по декорациям. Это вообще-то легендарный спектакль. Да, это будет боядерка, это будет балет. На самом деле, в Мариинском театре в день, в выходные, идут по два спектакля. Утром и вечером, утром и вечером на обоих сценах и еще концертный зал. Надо пояснить, вторая сцена – это новая сцена. Это новая сцена. Еще есть концертный зал Мариинского театра, где идут концерты. Также, на самом деле, очень огромное количество концертов и спектаклей Мариинского театра. Ни один театр мира, боюсь этого слова, не может с этим даже близко соперничать. Я когда был в цирке, меня предупредили, прежде чем выйти туда. Говорит, подождите, все, кто выходят туда, они заболевают цирком и так далее. Ну, нет. На самом деле, нет. Говорится, что когда, например, маленькие девочки видят балет, как вот эти стоят балерины в Лебедином озере на пуантах, у них что-то, на самом деле, в голове происходит, что уже обратной дороги нет. Слава богу, потому что так бы мы остались без балерин. Вот вы когда поете, вот вы уже, вы смотрите туда, да? Во-первых, кто сейчас, ну, раньше понятно, кто там сидел, кто сейчас занимает центральную ложу? Центральную ложу, она принадлежит дирекции Мариинского театра, и это приглашенные непосредственно дирекции. Очень редко выставляются билеты в эти ложу, потому что это такая, ну, это ложа театра. А вот это тоже ложа театра, вот это ложа директорская, нижняя, потому что рядом маэстро кабинет, и его тоже гости сюда приходят. Вот эта ложа, на самом деле, очень интересная. Она, с нее легче, лучше всего смотреть балет, потому что балет стоит рядами вот к этой ложе. И как бы царское, царское общее, вот, да, ты смотришь фронт, а это ты смотришь вот эти параллели, которые балет стоит. И очень князья, да, Великокняжеская ложа называется, и князья сидели вот в этой ложе, потому что, на самом деле, не секрет, что они были фаворитами многих балерин. А вообще вот эта история про то, что, ну, я не знаю, там сидел Ники, тут танцевал Кшестинская, вот это вот все, оно как-то... Это все вот здесь было, да? Нет, я понимаю, что это все здесь было, но вот оно как-то влияет на... То есть вы вообще об этом думаете когда-нибудь, когда вот вы, не знаю, нет? Нет, мы просто пришли на смену, делаем примерно те же вещи. Владимир Владимирович иногда там сидит. Я не знаю, кто из балерин тут танцует, конечно, в это время. Историю молчат. Да, ну, то есть параллели, они, я думаю, сто процентов есть. Просто этот театр мне нравится больше, потому что, наверное, я здесь родился как артист, как певец, и с этим связано. Здесь первые шаги были на этой сцене, не всегда удачные. Я набивал, там, грубо говоря, лоб, синяки на коленях, ну, образно, да, говоря, но эта сцена сделала из меня артисты, поэтому я начал наш поход именно с этого места. А вот, ну, если это, конечно, сейчас придет на ум, какие-то пару моментов, вот один прямо феерический успех и какой-то феерический провал. Что-то может прийти? На самом деле, был такой момент, когда мне нужно было доказать, что я нужен этому театру, и мне дали спеть небольшую, но главную партию в опере Макбет Верди. Я к ней подготовился, я понял, что от этого выступления многое зависит от моей жизни. У меня были какие-то деньги, я купил порядка билетов 20 своим друзьям, но мне нужна была поддержка, потому что я пел с народными артистами, там, Гирел, Алексашкин, Гордей, которые, ну, такие, столпы, грубо говоря, в хорошем смысле слова. Вот, и я понял, что если я сегодня не дам то, что я могу, то второй шанс редко дает этот театр из серии того, как стать солистом этого театра. Итак, первый пункт. Вот, что шанс нужно использовать. Если тебе дается шанс спеть со сцены Мариинского театра, то нужно на все 150% его реализовать. Я помню, я пришел, а там такая сцена, что я несу погибшего ребенка на руках. Я что-то так переключился в этот весь образ, что у меня реально, ну, не потекли слезы, но я был близок к этому. То есть по состоянию я уже достиг вот этого, что я реально, ну, не дай бог, поверил вот в эту историю. И когда я пою то, что у меня отняли жену, у меня отняли детей, у меня все пропало, и я разорву этого Макбета теперь, у меня есть, за что с ним воевать. Я как-то очень отчаянно, не знаю, вдохновенно это спел, что публика начала аплодировать, не только мои там 10-15 друзей, но вот. И непонятно почему Гергиев оказался в царской ложе. Его не должно было быть в стране вообще. Ну, вот что-то у него там изменилось, и он, проходя, сел и послушал. И потом были уже поклоны, все, публика очень хорошо принимала. И на следующий день он, проходя мимо меня, сказал, вы знаете, мне очень понравилось то, что вчера сделали, продолжайте. А про фокап какой-нибудь можем рассказать? Слушайте, фокапов пока не происходило, таких жестких. И не дай бог, чтобы произошли, да. Поэтому, поэтому, ведущий тенор Мариинского театра перед вами. Хорошо, куда мы направляемся? Пойдем покажу вам сцена, на которой мы репетируем. Да, это крайне интересно. Пойдемте. Это режиссерский пульт, здесь ведется вся работа, все декорации. Вот видите, оборудование, микрофончики. Пошли. Тут много раздевалок. Это мне, да? Вы нас покидаете? А вот, раз уж мы заговорили про Малахова, а вот как обстоится, ведь обстановка в театре, это очень часто, ну, как бы сказать, любовные взаимоотношения. Как вот с этим бороться? Есть какие-то соблазны? Ну, как говорил Петр Мамонов, недавно ушедший от нас, соблазны есть всегда. К сожалению, да. На самом деле, было два концерта в моей жизни, которые меня потряслили. Это Пиджей Харви и Петр Мамонов. Это про, когда один человек на сцене держит весь зал. Да. Это совершенно улетная история. Ну, конечно, на самом деле, у балета это почаще все происходит, потому что у них слишком прикладные танцы, грубо говоря, к телу. Да, там, они там чувствуют все намного. Ближе, в опере так, ну, там, обнял, поцеловал, но не настолько. И у балета очень много таких пар, которые муж с женой, и вот они танцуют. И на самом деле, им сцена помогает, но в то же время, и если что-то пошло не так, то... Ну, то и на сцене, так сказать. То и на сцене это страшно, потому что был такой тенор, Николай Фигнер. Да, да, я про него частенько рассказываю. Это брат, это самая Вера Николаевна Фигнер. Для которого Чайковский писал многие свои оперы. И вот это репсцена. И у него была Медея, Фигнера его супруга, и он узнал, что что-то пошло не так у них, и они пели спектакль «Кармен». Как раз вот на этой сцене, где мы были. И он настолько... Его жизненная ситуация ему напомнила то, что сейчас на сцене, что он настолько вошел в раж, что раньше же все оружие было настоящее. То есть все шпаги, это были острые, все ножи были острые. И он, Кармен, когда бьет ножом, он реально ударил ее ножом на сцене. И только китовые усы, которые были на корсете, они спасли Медею от смерти, грубо говоря. После этого ему пришлось уйти из театра. Я этого не знал. Видите, вы можете быть гидом. Между прочим, китовый ус стал причиной скандала с Малечкой Кшесинской. Она отказалась надевать юбку для французского балета. Вот это наша сцена. Обычно, если концертное исполнение, то там сидит холд, хор, маэстро за пультом, солисты здесь. Если это спектакль, то, видите, тут даже балетный пол постелен. То есть, это не просто так. И здесь ведутся вся предпремьерная работа. Грубо говоря, если им что-то можно в классах репетировать, то здесь уже начинаются режиссерские репетиции. Режиссер либо сидит здесь, либо там, все смотрит. В общем, здесь и Покровский работал, и темирканов. Это история этого театра, на самом деле. Но генеральная же репетиция все-таки, наверное, важная сцена. Конечно, генеральная сцена, потому что, чем отличается репетиция на сцене от репетиции здесь, там уже есть декорации. А вот где делаются декорации, мы сейчас пойдем посмотрим. После вас, нет, после вас, нет, после вас. Это хоровой зал справа от нас. И перед тем, как прийти на репетицию, хоров всегда распивается. Да, вот здесь на секундочку заглянем. Да, это, вы видите, горы нот, потому что учить приходится так много, что я думаю, что даже некоторые артисты принимают какие-то таблетки для памяти. Ой. Перец везде котика найдет, даже в Мариинском театре, вы посмотрите. Ой, какая милота. А, тут были коты. Мне маэстро рассказывал, да, как-то за столом, что были коты, и были коты, которые специально, у них были любимые певцы, и они выходили на арии, именно вот когда Григориан пел, например, Челеста Аида, арию свою в Аиде, то обязательно выходил откуда-то черный кот, вот так стоял на сцене, слушал, сначала смеялись, потом уже привыкли, но никто кота не выкидывал. У обывателя иногда, ну, такого не очень просвещенного, есть мнение, что, ну, что там, вышел на сцену, попел, как бы, деньги заработал, и не надо стоять у станка, и все такое прочее. Ну, если я скажу, что это факт, да, час, не час, три часа оперы примерно равны по затратам, как разгрузка вагона угля. так что, если кто-то хочет уголь, пускай. Тут молоко дают за вредность, это не шутка. На самом деле, конечно, очень тяжелый труд, особенно балетный. Когда ты теляешь, не, балетный, то ладно, они все спортсмены, ну, так, в кавычках, да, это такой очень физикозатратная составляющая. А опера, ну, там, голос, там, не так много движений, хотя сейчас режиссеры идут к этому. И по идее, почему все эти чуть толстоваты, потому что, ну, не режим, что вся, весь прием пищи, когда ты устаешь после... Ну, на ночь. На ночь, да, а на ночь желудок хочет спать. Поэтому происходит вот такое. Смотрите, друзья мои, сейчас мы находимся в Головинском зале, который посвящен Головину нашему великому художнику. Сделал эту конструкцию в 1864 году Бенуа. Вот, и все декорации, так как и Головинский занавес Мариинского театра, Кировского, Мариинского, Кировского, он рисовался здесь. Я правильно понимаю, что это уже купол, да? Да, это купол, это купол. Мы, когда сюда молодыми приходили, мы через какое-то стекло, по-моему, вот через 100, мы вылезали и поднимались прямо наверх к этой арфе. Ну, это красиво. Так, ну, в общем, экскурсии по крышам, правда, дорого, и с предварительными договоренностями обращайтесь. Здесь даже два какие-то поэта, великие Волошин, с кем-то поссорились, вот именно здесь. А-а-а, это та история, про которую можете прочитать моему путеводисту, да, изменитая пощечина, и там была такая фраза, да, Достоевский был прав, у пощечины мокрый звук, да, Гумилёв стрелялся с Волошиным, они, из-за чарубины Габриак, да, слушайте, вот это мне крайне интересно, а я и забыл, что это здесь происходило, я помню, что у них там была туса, и они начали это все обсуждать. Ну, я думаю, здесь была такая, ну, богемная, потому что все художники здесь встречались, и я думаю, тогда не так было все дико безопасность, то все, все приходили сюда, я думаю, Шаляпин, Рахманинов. Уж, естественно, попроще было попасть, я вам хочу сказать, что даже в зимний дворец можно было зайти через черного входа, там, если знал, ходы, а это вот все материалы. Туда нам нельзя, залезть? Да, они что, нет? Ну, никто же не увидит. А там можно? Что говорить? По технике безопасности нельзя. А вы по технике безопасности? Ну, пойдем-то, а чего? Мы просто оператора туда, господин Скороходов, а вам за это не прилетит? Оператора не жалко, да. Оператора не жалко, да, ему же не петь сегодня. Это у нас расходный материал, если вы не знаете, то мы на каждый ролик иногда берем нового оператора, потому что мы его, как правило, после съемок... А вот тот, который в машине остался, это не второй? Этот вот он уже, к сожалению, негоден, поэтому нам пришлось найти замену, этот еще ходячий пока, но я думаю, до этого момента как раз. А, ну и там сетка, ну можно залезть и посмотреть сам вид. Ну, так сказать, благослови. Мне было очень приятно, мне было очень приятно с вами работать, Даниил. Родина вас запомнит, как очень смелого, отважного человека, не побоявшегося ничего. Покажи нам этот вид за решеткой. Я слышал такую историю, что когда Альберт Катаринович Каво закончил этот театр, была первая премьера и был отвратный звук. И он расстроился из-за того, что... А потом выяснилось, что рабочие, которые тут работали, им было лень часть мусора вносить, а они его под сцену накидали. И поэтому, соответственно, не было резонанса. Была послевоенная реконструкция театра. И на самом деле она служила этому театру не самую лучшую службу, потому что под партером были огромные ниши, в которых были разбитые горшки. Да-да-да, это важно. Это и наши доблестные ремонтники, они выгребли все оттуда, туда что-то залили, и, в общем, акустику, конечно, этот театр на самом деле потерял. И оркестровая яма была под сценой чуть-чуть, ее сделали в зал, чуть она ушла. Но зато есть такая... Если в этом театре ты поешь, ты можешь петь в любых театрах мира. Вот, кстати, я хотел спросить насчет акустических свойств. Ведь есть же опыт сравнения, да, с разными сценами. Ну, да-да-да, конечно. Вот с этой точки зрения, да, где лучше акустика? Где приходилось петь, где лучше акустика? Ну, приходилось петь много где. Мне нравится очень акустика в М3, да, спасибо, мы туда не стали власть в концертном зале маленькие, да. Мне нравится эта акустика в этом театре, потому что я к ней привык, и я в ней вырос, да, я мне просто когда я рос, мне не с чем было сравнить. Когда уже стал гастролировать, то, конечно, есть такие концертный зал, концерт Гебауа в Амстердаме, сумасшедший просто зал. Это просто Чайковского зал, мне тоже нравится в Москве в консерватории. А из таких, из театров, не знаю, на самом деле, когда приходишь в театр какой-то такой, как там, грубо говоря, Метрополитен или еще, там, 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 не думаешь об этом, там, какая акустика, ты просто думаешь, как, ну, лучшим образом себя показать. А вот, ну, были места, где было, ну, реально, некомфортно выступать? Слушайте, вы знаете, я думаю, что у нас поэтому есть агенты, что мы вот эти моменты мы отсекаем. Так, 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 так. Дарина ушла, вот, да? Доброе. Я еще хотел, а, понимаете, это реально турник, да? Ну, это турник, ребята, делают себе, да, сейчас еще и... Нет, я уже это делал, спасибо. Мы уже с тобой проверили, что я двадцаточку могу, поэтому не будем второй раз, тем более в Мариинском театре, да? Да, когда еще поподтягиваться в Мариинском театре, как не сейчас? А здесь мы не пройдем? Мы можем поставить эксперимент? Можем. Чего категорически нельзя оперному певцу? Не знаю, есть делать... Ну, на самом деле оперному певцу нельзя, он должен следить в первую очередь за весом, нельзя сильно поправляться. А как же следить за весом если ненормированный рабочий день и все такое прочее? Вот в этом и заключается секрет этой профессии. То есть, это решается на уровне каких-то диет или каких-то дополнительных праздников? Ну, ограничения, каких-то ограничений. Нельзя острое, нельзя жирное, нельзя хочется. Конечно, хочется. Нельзя копчу. Ну, то есть, это все желудок. Ну, так это зато здоровее будет. Сейчас, конечно, жалко, что нам будет это. А, попробуйте вот это открыть. Ух ты! Вот запрещен это не буфет. Есть кто-нибудь? Так, здесь просто сделали ненадолго раздевалку, да, но вот это называется балетный буфет. и здесь на самом деле вот этот человек по фамилии Виноградов, который раньше руководил балетом до Вазиева, да, он пригласил сюда художника, который давал им фотографии, и вот он расписывал весь этот буфет. Такого буфета нет ни в одном театре мира. и на самом деле то, что сейчас вот это как здесь сделали раздевалку, это из-за пандемии, потому что у них маленькие, то есть немного места в этой, я думаю, после пандемии этот буфет опять заработает, как буфет балета Марининского театра, здесь я увидел своего жену первый раз, вот, и... То есть ваша жена все-таки из этой среды? Да, балерей, танцевала, да, и на меня обычно все косо смотрели, потому что у оперных певцов другой график работы, мне надо там урок делать, там, репетиции, и я спокойно здесь сидел, съедал двойную порцию сырников, там, еще чего-то, еще чего-то, и в общем, мне так, они приходили все, сырников нету, мне так на меня смотрели, что опять этот здесь все сожрал, да, 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 ну, здесь, 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 здесь у нас просто два буфета, просто тот театр появился в тринадцатом году, а все, мы жили здесь, и работали. Тот, имеется в виду новая сцена? Да, да, теперь понятна надпись, что это не буфет, вот это у нас сто семьдесят пятый класс, где обычно проходили все приемы, грубо говоря, Мариинского Кировского театра, также этот театр, также это как сцене, здесь идут репетиции сейчас, тут портреты Глазунова, ой, Глазунов, Серовский портрет, да, здесь стояли еще Шаляпина, бюст, то есть это специальное помещение, если какая-то официальная официальная кайдрета, потому что здесь есть проход из зрительской части, вот, и на самом деле все огромные спевки и Тимирканов, и Гергиев, они проводили именно в этом классе, потому что здесь может много поместиться народу, и здесь хорошая акустика, близкая к театр А вот и Шаляпин Здравствуй, Федя Да Скульптор неизвестен Может быть даже сам Да, он был такой Да, сейчас мы кое-что еще увидим от него Вот это 256 класс, сейчас в нем репетирует Марина Васильевна Мишук, наш концертмейстер уважаемый, ведет почти все оперы Вагнера, и такой класс, как келья, у нас два таких класса, вот, и в этом классе, что примечательно, есть портрет самого Шаляпина, который он сам нарисовал на стене Автошарж Да, это в роли Пимена из Борис Куднова Да, вот это, конечно, это я уже как столяр А это, это на самом деле никто не может это же такая, знаете, как с секретом, да, раньше же были там, надо куда-то нажать, куда-то провести, это открыть, это закрыть, это вытаскиваться, причем сейчас это стоит просто как красиво, но может быть там что-то внутри есть интересное, не знаю, в каждом театре есть свой Грааль. Это зрительская часть, амфилада. На самом деле у меня есть такая, ну, не традиция, а я люблю приходить до спектакля в зрительскую часть, потому что кофе всегда здесь лучше, чем там. Ну, не знаю, там как-то варят так, здесь как-то варят уже другие машины, другое это. Потому что там, если плохой кофе, то никто особо не будет комментарии писать, и я отзывы, а вот если здесь плохой кофе, это может сказаться. И я часто перед спектаклем там за полчаса прихожу, приветствую вас, прихожу в буфет и беру кофе, и ко мне подходят люди, говорят, вы что, не будете сегодня петь, вы отказались? Я говорю, да нет, я просто, и мне это так, мне сначала это, я так думал, ну, как-то не так, а потом мне как-то втянулся, и мне даже нравится теперь, да, отказался, а что, вы купили билет? Ой, а это же наша императрица. Да, да, да. Ну, собственно, капитан очевидность, Мариинский театр, да, почему Мариинский, вот поэтому, вот она, собственно, это М. Да. А вот, что такое звезда оперной сцены? Вообще, вы чувствуете себя звездой? Ну, просто я знаю, что такое, я понимаю, что такое рок-звезда, я миллион там интервью с ними надел, а вот, что такое? Звезда, знаете, у нас, у нас называются звезды те, кто является серьезным профессионалом в своей области, до которого, наверное, еще там расти и расти кому-то. А вот уровень, звезда, не знаю, я на самом деле, я не могу сказать, что мне нравится слово звезда, но я ведущий тенор этого театра, и я люблю свою профессию. Я люблю, когда зритель слушает меня, аплодирует, кричит «Браво!». Это все часть профессии, которая, ну, ее не сказать, что это нравится, это не нравится. Звезда, да, меня так называют, но я спокойно к этому отношусь. Есть? Ну, как они у всех есть? У вас разве нет? Нет, у меня тоже есть, но я не оперный певец. Поклонницы есть такие, которые по всему свету летают. Вот, вот я про это говорю. Конечно, ну, конечно. Не, на самом деле, артисты, это что? Это значит, ты со сцены, да, зритель, или твой поклонник, он в зале. И, видимо, какая-то происходит чистота, да, через тембр, через какое-то резонанское, который человек ловит, и потом, как наркоман, хочет еще его, как сказать, принимать, этот фермент, грубо говоря сказать. Поэтому люди опять приходят, и поэтому люди, которые называют звездами, наверное, они более чем другие это посылают. Секундочку, скажу, что вот сюда заходили царственные особы, на самом деле. То есть, мы находимся в том месте, сейчас оно темное, конечно, где сидели все, начиная там, ну, то есть, если идти от обратного, тут Николай Второй, Александр Третий, Александр Второй, естественно. Вот вместо Владимира Владимировича, по-моему, вот это. Обычно. Вот четвертое, по-моему, вот. Либо вот это, либо вот это. Итак, сейчас произойдет, давай, подсвети, сейчас произойдет эпохальный момент, если прикоснусь с эфилийной частью, с тем местом, где... О, господи! Я почувствовал это. Я почувствовал это. Я вам потом расскажу, какие мысли мне передались через эту часть. Когда поется со сцены, есть, ну, то есть, например, опять-таки, музыканты, рок-музыканты, или прочее, когда такие локальные залы, не стадионы, они очень любят, например, вычленять в толпе каких-то людей и обращаться к ним, когда они поедут. Да, я понял. Вопрос. Вычленять тут пока не получается, потому что здесь темно, да, если только очень светлый спектакль, то, по идее, ты можешь кого-то увидеть, но, если ты смотришь в портер, то те, кто выше портера, вот эти все четыре яруса, им кажется, что ты в пол поешь. И петь надо, во-первых, певец должен стоять вот так, да, ну, это вот прямая спина, плечи, чтобы были, и петь надо, на самом деле, всегда пример, это первый ярус царской ложи. То есть, подача должна быть вот так, не вот так, а ты поешь портеру, да, на самом деле, портер, это не самый лучший акустический момент в театре. Лучшая акустика это вот здесь и на самом верху, как ни странно. Ловите лайфхаки, дорогие друзья. Да, да, потом, на самом деле, когда я был студентом, когда я учился в втором училище, у нас были бесплатные отношения, да, нам писали, знаете, и мы спокойно, мы все оперы слушали. Это называется галерка. Оттуда галерка, да, и на самом деле, на этих галерках, ну, не драки, но были стычки между поклонницами, грубо говоря, там, Собинова и там, других теноров, были себе эти, Марусинистки, Марусин Юрий Михайлович здесь еще поет, до сих пор великий наш тенор, и они реально, эти поклонницы, там, ну, до драки не доходило, но были моменты таких стычек. Серьезно. Итак, сейчас мы увидим, где пьет кофе настоящая звезда Мариинского театра. Не переключайтесь, мы увидимся с вами сразу. Ну, рекламы, на самом деле, на моем канале нет. Я, мне тут уже три раза написали про ставки на спорт, я им показал вот этот вот классический жест. Не хочу я, чтобы это было. И вот она у нас. Здесь я иногда срезаю, чтобы повернуть на улицу Глинка и поехать к себе домой. И тут, кстати, у меня есть отдельный маршрут тоже по проходным дворам. Если что, я его придумал, один раз провел, скоро будет повторение. Там есть совершенно удивительные места, потому что здесь Мариинский театр, а там такие персонажи с оттопыренными коленками. Вот эти вот наши... Ой, господи, ты боже мой, котики. обормотики. Человек, кофе-артист. Здрасте, а кофейку сварите нам? Через пару минут. Через пару минут. Хорошо, пару минут у нас есть. Пару минут у нас есть, мы можем пока присесть. Да, у нас просто идет прямой эфир. Да, вы можете какого-то начальника позвать, скажите, Скороходов пришел. Скороходов, это вообще круто. Хорошо, как вообще, ну вот, ведь мир артистов и вообще мир вот такой, артистический, но это, будем говорить откровенно, порой это клубок змей. Ну, это же амбиции, это зависть. это волчий мир. Это волчий мир, да, и, господи, что мне только не нарассказывали, там, про балерин, что они там иногда друг другу делают, да, я уж не хочу сейчас это озвучивать, но тем не менее, без всяких там фамилий, имен, естественно, но вообще с таким приходилось сталкиваться? Ну, по молодости, конечно, более опытные и более, ну не то, что делали подлость, но подставляли, да, подставляли. А вот каким образом? Ну, просто вот интересная механика. Они знали, например, что завтра, например, придет, грубо говоря, Гергиев на репетицию, да, они знали об этом. Я не знал об этом, да, они говорят, ну, приходи там, порепетирую, что-то, а я и материала не знал, и приходит маэстро, и, в общем-то, ты от него получаешь, как бы, по полной. Да, то есть они подставляли меня, чтобы сами, ну, не попасть под раздачу. Ну, потом, просто, я такие моменты не усилил, убрал из своей практики, и все. В самом коллективе не обязательно там оперно, вообще, в принципе, ну, Мариинский театр, это просто огромный механизм, да, то есть, тут многослойный такой, пирог, тут помимо артистов, есть еще там сопутствующие. Да много кто есть, есть рабочие сцены, есть пошивочный цех, есть оркестр, есть хор, есть работники сцены, не только мне. пожалуйста, мы тоже люди, ты будешь кофе? Ты хочешь кофе? нет, еще один принеси, если можно, просто стаканчик водички еще к нему. Бутылочки, три бутылочки воды. Да. И, на самом деле, вот говорят, там, звезда, звезда, да, у нас есть такие, ходят с поднятым носом, никого не видят, да, и там, вот так, там, разворачиваются, вот так, поднимите мне очи, да, Мальчик мой, это ты мне? Эта профессия настолько, как сказать, отвечает тебе сразу, вот так, что это неправильно, это не к тому, что там люди теряют голос, но вот как-то этот театр, на самом деле, такой организм, который вычленяет и убирает то ненужное, которое, в общем, как-то и оставляет то нужное, для чего люди приходят в театр. Эти люди, с которыми вот ходят вот такие, несут себя это, они сами съедают себя, и очень быстро на смену им приходят достаточно нормальные, четкие люди, у которых есть понимание, что мы все здесь, на самом деле, занимаемся одним и тем же, мы несем доброе, хорошее людям. То есть, это получилась такая саморегулируемая экосистема? Точно. Ее регулировать вот так, со стороны, очень тяжело. Гергиев, вот он насколько, допустим, ведь, помимо всего прочего, нужно быть еще психологом. Конечно. Причем таким, ну, то есть, это же вот, вот это все, он должен знать, и прочее. Насколько артисты это чувствуют? То есть, у него же наверняка есть любимчики, Гергиев вникает почти во все круговороты этого театра. То есть, не то, что у него там есть везде люди, которые там приносят информацию, а он сам там звонит туда, звонит туда, узнает, собирает, и поэтому он здесь уже почти 30 лет, это художественный руководитель, директор. Ну, то есть, в принципе, это действительно, если мы говорим, партия подразумеваем Ленин, мы поговорим, Маринский театр подразумеваем Гергиев. Ну, это сейчас, это, это, это сильнейший лидер, я считаю, не только в Маринском театре, но и в мировой культуре. Вот так. Хорошо. Когда, вот, спектакли какие-то происходят, спасибо большое, вот, распределение ролей, это от кого зависит? Как это происходит? Ну, есть такая иерархия. Худрук, после этого идут концертмейстеры, которые отвечают за эту оперу, после этого отвечают, здравствуйте. И потом, вот, просто концертмейстеры, и раньше, когда это было в советское время, конечно, была там номенклатура, и все как-то так спускалось. Сейчас маэстр может просто позвонить, сказать, сколько тебе нужно время для того, чтобы учить там вот эту партию. Извиняюсь, перебью, действительно хороший кофе. Да. Я говорю, например, мне нужно там три недели. Он говорит, хорошо. Ты через три недели будешь готов? Я говорю, да. Все. И он уже дает информацию, что, например, вот это, вот это, там, вот, у него уже прямой контакт. То есть, он уже вот эту прослойку, как, не люблю слово прослойка, но концертмейстеры, то есть, у него есть порядка, там, десяти-пятнадцати своих, как пишет, любимчиков, я считаю, просто хороших профессионалов, с которыми ему интересно работать, интересно, в первую очередь. То есть, когда он скучает, он теряет интерес. Когда ему интересно, когда и нам интересно. Но ведь это, получается, должен быть не только, ну, понятно, голос, ну, должно быть еще что-то там, харизма, там, какой-то характер. Ну, вот чем, наверное, Мариинский театр и отличается от остальных, что у нас нету просто вокалистов, у нас нету просто, у нас, как сказать, маэстро интересно, когда происходит драйв, когда происходит спектакль, когда это, когда ему что-то не хватает, он на репетиции говорит, ну, ребят, ну, это скучно. Так, вот это, тут-у-тут, и тут-эт, ну, как-то так. И когда, например, есть такие, которые поют в одну дуду, ему это тоже неинтересно. Ему интересно, чтобы через ту музыку, через ту музыкальную палитру, которую написал композитор, певец искал свое и выделял какие-то свои черты характера и черты персонажа, которые были бы остры для публики. Я думаю, вот так. Вот по поводу публики. Но Мариинский театр, это все-таки не будем лукавить, это довольно элитарная вещь. Но элита – это не только та часть населения, которое знает, что такое опера, это еще та часть населения, которое имеет деньги. Случалось ли так, что приходят люди, которые явно пришли сюда просто «я в Мариинке»? Часто, частенько. Например, когда такие фамилии, как Доминго, на самом деле это слышал звон, не знаю, где он, это из этой серии. Конечно, они приходят, чтобы показать, я же это… Доминго была. То есть это классическая на Лабутенах… Так же и Большой театр. Есть такой театр, как «Ласкало», куда ходят поколениями. То есть это дедушки с внуками приходят, и это вот эта традиция. У нас эту традицию в какое-то время пресекли, обрубили. Например, на премьеру никто не считает зазорным одетерь смокинг. А открытие сезона только в смокингах пускают. И это и есть какая-то вот в этом, так сказать, ну, не знаю, красота, что ли. Но это действительно просто тупо красиво. Да, это красиво, когда дамы в платьях, не только там на день рождения, там на юбилей к подруге платье одела, да, там на каблуках, а когда пришла в театр, и это, как сказать, ну… Тут раньше, когда я попал в этот театр, я помню еще те времена, когда люди приходили с мешочками, переодевали женщины туфли. То есть они приходили там, например, осенью или зимой, или-то одевали туфли, платье, ну, платье уже было, и вот они ходили здесь, да, здесь есть. Здесь это место, где можно покрасоваться там в антрактах, выпить, поговорить, встретить себя, показать. Классический бутерброд с красной икрой, полтинничек коньячка. Да, это прямо наша ленинградская замечательная традиция. Бутерброд с твердокопченой колбасой. Твердокопченой колбасой. Да, да, да. Вот такой длинный, еще была такая сказка. А насколько вот эта история, ну, вот как некоторые до сих пор любят говорить, не Петербург, а Ленинград, насколько здесь употребляется слово Кировский театр? Кировский театр – это та страница, которая на самом деле… Ну, как… Я познакомился с этим театром, когда он был кировский. И для меня спектакли Кировского театра, ну, они в моей голове, в моей памяти. И это, не побоюсь того слова, шедевры. Просто Мариинский театр, когда Петербург переименовали из Ленинграда в Петербург, то мы посчитали, что Мариинский. Мне кажется, что Валерий Писалович начинал свою карьеру именно в Кировском театре. Ну, естественно, конечно. В каком еще? Так, идем дальше. Так, мы с вами идем, 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 идем. Вот здесь даже иногда концерты проводились. Здесь табуреточки заставились, и здесь тоже хорошая акустика. Я помню, у меня супруга танцевала спектакль «Бухчаревский фонтан», там, одну из главных партий. И я пошел, купил билет в кассу, продавался на этот спектакль. Сел на пи... А, и специально пришел так, ровно, как после третьего звонка, так, одел костюм красивый, тогда еще в костюмы ходил. Ужас. И началась музыка, да. Очень-очень классно, когда один сидит в царской ложе, это не возвеличивает, но в этом что-то есть. А почему костюм? Не знаю, вот как раз Кировский театр. Вот я сейчас скажу, на самом деле, хорошо, что спросили. Вот в Кировском театре все ходили солисты, все ходили в костюмах, в галстуках. Это было как портбюро такое, реально. Как вот эти ходили, там, Смольный, и вот эти ходили. Портфель обязательно там, может, там ничего не лежало, кроме бутылки коньяка, но вот это с серьезным видом там. Здравствуйте, Сергей Михайлович, да-да-да, ля-ля-ля. Вот эти были, вот они вот так ходили, на самом деле. Сейчас, ну, мода пошла вперед, когда люди видят человека в костюме и в галстуке, ну, либо банкир, либо там, грубо говоря, директор хоккейной лиги или еще кто-нибудь. Приветствую, приветствую. Вот «Царская ложа» не снимают, зато вот другие люди снимают. Мы будем снимать. Точно, точно, точно. Это наши друзья «Царская ложа» была программа. Понятно, очень приятно. Да. Насколько вы ограничены в некой публичности? Ну, то есть, есть какие-то... А нас никто не узнает, жоперных певцов. Нас же почти никто не знает. Там, например, Киркорова, или это «Иванушек Интернешнл». Их знает вся страна. А, например, когда кто-то говорит, это оперный певец. Ну, все смотрят так. Что, серьезно, что ли? Мужик. Да, может, мужик. Вроде со стройки только что пришел. Ну, да, с модной стройки. Пошли. Есть какое-то... Ну, не то чтобы, конечно, страдания, но вот последствия вот этого обывательского взгляда, что в театрах все пидорасы. Да, не-не-не, слушайте. На самом деле, могу сказать, что в отличие от многих европейских театров, в этом 100% в театре меньше 1%. О-о-о. И даже в балете. Потому что, ну, все понимают, что не каждый парень оденет колготки. Да, но... И не каждый парень будет ходить с Иракезом по улице, как этот пидорас Павел Перец. Ну, даже, грубо говоря, там режиссеры, которые сюда приезжают, там, ставить оперы, ну, как-то там, лет 15-20 лет. Вот, конечно, они искали какой-то поддержки наверное, наверх, среди балета. Ну, и тут такой жесткий облом. И говорит, как? Как это? Как это так? В Мариинском театре все так запущено. Скороходов разбил весь наш сюжет. Не получится у нас скандал, интриги, расследование. Оказывается, в Мариинском театре все как... Все как надо в Россиюшке. Скрепно. Так что, любители покопаться в этом все, можете спать спокойно. Здесь вам ловить нечего. Только за искусством. Только за искусством. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот этот мост был... Мы же не будем его называть мост вздохов. Вздохов нет, нет. но это мост соединяющий два театра и его конечно нет он перекрыл шикарный вид потому что тут 8 мости же есть откуда еще оттуда еще два моста можно было посмотреть даже 3 до он чуть перекрыл но он просто нужен технически потому что когда балерины перебегали в этих пачках из лебединого озера по вот этому мостику зимой это было невесело честно еще у нас есть футбольная команда давай что вот это дружим с клубом зенит и сергей богдановичем симаком и социально чем медведевым из тима щеком столиком и играем иногда даже с ними посмотрите когда же заняли второе место тут есть первое даже первое где-то есть первое да где-то даже есть первое у нас есть база где мы там по понедельникам а вот я вижу за первое место первое место в соревнованиях футболу санкт-петербургская театральная лига вот простою не всегда получается участвовать потому что по большому счету в россии ну я провожу обычным месяца два но сейчас об этом поговорим вперед маринка вперед маринка потому что все это расписано и просто только сейчас благодаря пандемии мы все как бы здесь дома и достаньте пожалуйста пропуска не надо ничего как карты катать вот раз два вполне официально тут видите эта история нашего театра тут есть старые афиши эвакуация была и в первом не скажем таком лице шаляпин мерещится и благодаря на самом деле эвакуации кировского театра в первом там основалась хорошие традиции балетной школы и там открыто после этого балетное училище хореографическое вот и вот человек устал но здесь приятнее спать чем на улице так поймите покажу вам буфеты наши красивые потом сцену и холл я думаю тоже по еще мы посмотрим вообще красоту вот вопросу жизни в театре видите насколько изнуряющие но сегодня просто двойник сегодня два спектакля ирландское дело я в вечернем участвую через час вот когда была построена эта сцена было столько все вот этой бучи в городе типа яй-яй уродливое здание уродливое здание было не уродливое здание я на самом деле очень мне нравится красивая архитектура этот проект французского архитектора я не могу сказать что он был просто он опережал немного свое время и конечно в анклаве вот этой и как сказать колонны да где сталинские здания по соседству с это здесь он конечно выбивался но потом были проблемы еще с почвой потому что как таковой и здесь нету такая такая пластилин грубо говоря если не хуже и потом взят был за основу вот этот в торон то есть такой же театр где там пел но там он не похож на вот этот этот намного больше втором туда же буфета нет это живет буфет это душа на немножко желудок вискарик не я думал хороший старт думал вот вот они вот смотрите ничего не изменилось советую смотрите классика жанра до бутербродик семочка красная икра но вот единственное чего тогда не было конечно ананас с ягодами пойдемте может здесь царскую мы сходим конечно царскую ложу и здесь к вот вот этот бешеный ритм жизни смена часовых поясов и прочее как вообще вот иногда не хочется так встать с дивана и думать да ну его в баню может на дачку лучше там иногда хочется но есть ответственность перед зрителями они же доктор с пациентами они же они же нуждаются в этом я на самом деле конечно в каждой профессии свои надломы и все остальное переступание через себя когда устаешь все остальное но есть прекрасная фраза бери нож по себе чтобы не падать при ходьбе так да вот так приветствую вас и я думаю что все равно заранее ты примерно понимаешь что мир самолета ты этот спектакль сможешь спеть или не сможешь петь значит и нужен день отдыха ну то есть ты выстраиваешь свое будущее для этого есть агенты для этого есть реже управления здравствуйте для этого чего например из москвы приехал поклонница пожалуйста да правильно вот да сколько сколько у вас уже любовь это происходит сколько это любой длится вы у вас есть знаете как у футбольных фанатов у них и золотой выезд тут они своей командой про проследовали везде не золотой мальчику это был самый лучший спектакль который увидели со скороходом конечно 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 да понятно мы даже он будем вас покинуть до увидимся в театре спасибо спасибо какие самые экстремальные бывали моменты когда вот вы прилетаете куда-то и вообще вот эта смена часы я помню я как-то прилетел из токио и жену с чемоданами отправил домой кто-то мне вез костюм на площадку я переоделся купил в японии вот эти шоты для энергии и все пошел на сцену спел ну это это все здоровье режим и все снова конечно если ты будешь квасить и не соблюдать ничего то это все она на нервной системе это не отражается алкоголь первое на чем он отражается это на легких а второе на нервной системе конечно ну а вообще так я думаю когда у маэстро спросили что самое главное для оперного певца да там кто-то говорит голос голос он ведь нет голова потому что если ты владу со своей головой да если ты можешь контролировать свои эмоции в свой профессионализм там то у тебя есть будущее если нет то она быстро закончится вот мы были недавно там вот про ту самую лиру говорил наш герой прекрасные что в молодость они забирались туда на вид на миллионы смотрите костяками идут пароходы привет мальчишу с левой стороны вы можете увидеть новую сцену мариинского театра дальше не знаю что они говорят о они рассказывают про то что этот театр сделал какой-то интернет как называется live stream не рассылка пока показывали интернете какие-то балеты что это перед началось все здесь вот можем еще подняться но давайте ну кстати позже случаем но не могу не сказать вот здесь раньше был литовский замок он был здесь он был прямо вот здесь прямо здесь прямо здесь нет этот дом сталинский этот старый дом он был прямо здесь и через галерею которую мы проходили она так и называется галерея литовского рынка а нет литовский рынок но а здесь был литовский замок замок был дальше он вот там где новый дом построили но он был он был нет я знаю про этот новый дом его построили на месте как раз старой такой советской постройки да там был детский сад потом хостел а потом он на сам занимал практически весь этот квартал есть даже фотографии старые могу потом показать да и это это была наша такая русская бастилия и спалили тоже феврале 17 года в первую очередь то стал просто литовский полк поэтому он так был назван пойдемте сюда о даниил ну-ка покажите к нам вот эту замечательную каланчу куда раскольников ходил на допрос сохранившуюся вот да она видна как раз и вот я сейчас хочу посмотреть видно ли здесь вот это полукруглая старое место локации декорационного зала мариинского театра мы надо просто вот у меня из окна она видна а вот здесь наверное ее не увидишь она она выходит на эту да нет она на подъятческой находится на подъятческой но она выходит на мойку нет на канал гриба не на гриба не находит она как раз параллельно есть я всегда у людей спрашиваю что там есть два потрясающих две подстоящей локации это подстанция трамвай на который выглядит как дворец такой модерного и вот это но не видно и здесь ладно потом покажу но ее можно увидеть через этого на самом деле страшно вот эти дома до которые до закрывают конечно всю вот тут как вот это все ужас ну город растет а москве прикиньте что творится вообще же у нас ко мне у нас хотя бы да 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 вот он всегда мог живет но ты там снимаешь что не купил не но по конечно панорама здесь потрясающе сюда выходит же до во время перерыв или как здесь сейчас пока закрыта потому что есть начнут пускать люди перестанут ходить театр просто будет сидеть загорать еще душ поставить с селфи дело здесь сплошные их можно понять не но не а так на самом деле странно что в таком городе да с такими видами у нас так мало видовых ресторанов это правда правда но и их побольше но вот именно с крутыми видами да наверное наверное 5 сейчас остальные 10 напряглись и думает кто же это кто же эти 5 а вот и гадайте теперь друзья мои я надеюсь это иногда говорят видовой ресторана приходишь ну да есть вид но он конечно вот нет не такой это знаешь мне один артист не буду называть его фамилию хотел продать квартиру на мойке на канале грибоедова играет серёжа видовая квартира покупал дорого ну тебе как бы сделаю скидку я так пришел с женой там раз там так вот так дом я гравит то где посмотри на право не на самом деле еще хочу заметить что конечно в в театре жить без юмора без юмора потому что настолько люди какие-то такие это что ужасно особенно когда они еще черно-белые такие вот они знают вот это хорошо плохо да квадратные вот очень хорошие слова квадратные на дом без куэр помните такая была фраза в полфикшен это на самом деле идиома английская на когда ума турманом говорит так дом без куэр показывают типа но не будь квадратным это бы это правда ну раз уж мы заговорили про покупку квартиры я конечно не буду спрашивать про инком но тем не менее каков вообще уровень довольствия вот звезды мариинского театра на что на что хватает на что не хватает вообще я могу сказать что маэстро нам сделал сейчас такие ну не сделают как бы у нас такая премия да мы идем что мир я могу выбирать ехать не на тот иной контракт или не ехать потому что один потому что ну я помню как вот наши хоккеисты до уезжали там до душа не там в цска получали там три копейки туда поехали начали получать там нормальные деньги сейчас у россии есть такие возможности что нам можно никуда не ездить и вот этот год отработали до пандемийный грубо говоря мы начали в июле сейчас уже будет почти год то уже я могу сказать что на хлеб с маслом хотели это сейчас начало происходить или это не это вообще просто обычно ну я там между своими какими-то спектаклями грубо говоря во флоренции я прилетел спел пам улетел то есть и либо там прилетел на какой-то постановочный там последнюю неделю и раз и сразу успел там два спектакля опять влетел то есть я очень редко здесь провожу больше чем там грубо говоря неделю вот по внутренним ощущениям насколько еще мотора хватит вот в таком графике жизни я планирую ну лет 15 еще так работать а вот ну то есть если мне сейчас 47 уже ну да думаю кстати отлично выглядишь я хочу сказать у меня жена балерина она меня нет дрычит плохое слово она меня держит но не вижу в руковицах но и не то что не дает расслабляться ну как-то она такая вся стройная красивая я просто хочу подкачивать если у вас было время я вам на самом деле мог вас пригласить сегодня сюда на спектакль с удовольствием но у меня 7 часов экскурсии но я потом как-нибудь воспользуюсь это вот сегодня будет орлеанская дева это не самая известная опера петра ильича чайковского и шикарные костюмы на самом деле и это вот премьера этого сезона мы их надо пандемийные премьера вот у нас есть летучая мышь тангейзер лакме орлеанская дева сейчас еще будет 30 сказки гофмана акустика где лучше здесь там мне не нравится акустика вот здесь я своим друзьям честно я пока беру билеты вот где-то вот здесь да начиная отсюда то есть начиная с 11 ряда уже акустика нормальная вот здесь вот эти пять рядов туда то есть одиннадцатого по пятнадцатым отдайте на и и выше вот это все это прекрасно звучание на самом деле просто первый ряд честно это понты да вот и пришел там типа все заметили у нифига себе этот театр ходит обычно солистом а ну когда мы приглашаем своих гостей вот сажает либо вот здесь где-то либо с этой стороны это тоже такие царская ложа здесь огромная просто она такая она вот как официально так называется царская ложа или она называется ложа о или как там там ну по идее это всегда царская ложа для обратить внимание какая-то глубокая сцена нас да она очень глубокая и на самом деле механизм этой сцены они отвечают всем последним новациям в театре то есть то что сейчас ласкала сделала полный ремонт сцены и полную реконструкцию что бастиль мэтт сейчас ждет эту реконструкцию но техническая составляющая то что на самом деле театр идет вперед и режиссеры все более и более хотят что такого интересного и вот это на самом деле она может уходить вниз слева может у так заходить слева может уходить справа может ну то есть это огромный огромный такой факторе насколько мариинский театр готов вот каким-то радикальным экспериментом потому что но вот даже что называть радикальным экспериментами ну вот с вене я видел там проходит происходит действие в морге или где-то ну на самом деле самое самое главное что было понимание у зрителя а не только у режиссера что хотел этим произведением сказать автор режиссера иногда отходят они придумывают параллельную параллельную историю и зритель смотрит мы общаемся с зрителем то что мы выходим из театра они к нам подходит как бы там ведь ну вот 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 и вот это супер а вот это ну вот как-то непонятно некоторые приходят закрывают глаза и слушают я не говорю что про все спектакли но есть такие прецеденты и на самом деле сейчас проблема мне кажется вообще всех театров это хорошая режиссура либо они перестали учиться либо они перестали как-то на что-то реагировать но режиссеров оперных их просто не хватает потому что хочется идти дальше да как эти развивать этот жанр да но кроме грубо говоря как называется либо в больнице либо в морге либо фашисты либо еще что то ну то есть уже такие наработанные клише да а вот этим как сказать взаимоотношением именно артистов на сцене да вот этих живая когда идет когда он все же думают вот встал и так начал петь ля-ля-ля-ля-ля нет на самом деле вот когда происходит органика до человеческая да и еще человек поет и когда зритель не понимает что происходит потому что настолько расслабленным и еще петь быть невозможно обычно вот так да все в этот момент и происходит это ну не не волшебство как сказать в то что для чего люди приходят театр люди приходят всегда за самыми лучшими яркими ощущениями и им не им не надо мешать имя они должны ни на что как сказать отвлекаться а когда еще шаляпин писал что я пою арию мельника за мной 20 мужиков там таскают эти мешки ну все смотрят на этих мужиков то что думают что там что-то может произойдет у кого-то мешок может упадет и кого-нибудь задавит ну то есть это свои есть это еще был смешной случай когда шаляпин торопился к своим друзьям из дворянского собрания пойдемте сюда здесь я покажу наш прекрасный буфет оттуда впрочем видно то что вы имели виду надо но и он торопился шаляпин он торопился к своим друзьям и он пел спектакль фауст где он был дьяволом мефистофелем и он не перегримировавшись одел свою шубу там стоял я помню это случайно она плачу там 30 серебряников вот это декорация сегодняшний спектакль как раз трон короля я тут буду сидеть сегодня и очень он доехал заплатил ему и потом пошел это лютни да там будет хор и заплатил и побежал там к своим друзьям выпивать ну что-то праздновать и потом читает там через дня два-три в газете что ямщик там федоров в трезвом виде на канале сейчас крюков да он забыл круг встретил дьявола после чего вот лежит в больнице и федор иванович купил там корзину фруктов каких-то в елисеевском магазине привез он говорит извини переборщил но просто он его еще не только там одну фразу сказал а когда тот он торопился вообще это мы на минус 3 приехали ладно ничего страшно лифт здесь живет своей жизнью ты можешь нажать пять шесть четыре он просто поедет на минус 3 не это не не вам а это лифту надеюсь он слышит метафизика театры сегодня наши программы обсуждаем как ведут себя механизмы в артеистической среде лифт маринском театре живет полностью своей жизнью об этом нам сегодня рассказал тенор скороходов а в следующем нашем сюжете мы пойдем в буфет до буфета у нас конечно уникальный могу сказать такого буфета нигде нет это называется green room не знаю почему называется green room но тут кафетерий тут тоже неплохой кофе но не такой хороший как зрительской части приятного аппетита это артисты оркестра наши заслуженные не незабытые заслуженные не заслуженные самый народ народные заслуженные артисты рсфср когда вы уже со мной поработаете скажите честно скажите честно скажите честно скажите честно но собственно мы же здесь эти встречались да да вот это вот 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 это наша здесь нам нравится неужели отсюда не видно ее это крышу но что-то я не вижу на самом деле мы парадоксально но мы находимся слишком высоко чтобы увидеть вот чем прикол а может просто угол не позволяет да не видно сорян друзья мои я надеюсь вы не пожалели что провели этот час там больше даже часа не мы не пожалеем сейчас прервемся буквально на небольшой анонс от меня к слову сказать мариинский театр и его окрестностей но правда с экстерьерной конечно точки зрения они интерьерный частенько бывают частью моих экскурсионных маршрутов напоминаю что вы можете их посетить в петербурге с четверга по воскресенье расписание на сайте ссылка есть внизу в книжном варианте вы можете гулять по городу не отрывая пятую точку от дивана просто если купите мой путеводитель по нескому проспекту где описан каждый дом от адмиралтейства до площади восстания книга богато иллюстрированная имеет журнальную верстку и очень удобно для чтения если вас интересует более серьезная публицистика то есть опять-таки в продаже труд посвященный пиар-компании японии которые она провела во время русско-японской войны в англии в соединенных штатах америки также с большим иллюстративным рядом есть книга вообще без одной иллюстрации потому что это роман остросоциальный называется корень про любовь убийство и всевозможные тройные смыслы все это можно купить им на сайте либо в конце каждой экскурсии причем в этом случае вы получаете еще автограф автора ну что во первых удачи на сцене надеюсь что не 15 а может быть и все 25 мы посмотрим говорят медицина шагами такими сейчас шагает вот но а вы что оставить комментарии приходите мариинский театр на самом деле мариинский театр конечно тем более вы теперь знаете где покупать билеты вот видите все начинает разрывает нашего артиста поэтому самое время закругляться комментарии туда с вами был гид павел перец увидимся пока а